Что это саенция и как и почему она работает? Невероятно, да? У организма есть химические механизмы и для того, чтобы нас усыплять, и для того, чтобы будить. Организм начинает готовиться к естественному пробуждению за час. Температура повышается, сон становится легче, высвобождаются дофамин и кортизол, которые дают нам энергию на день. Проблема будильников в том, что они часто прерывают цикл сна, и эти процессы обрываются. Особенно, если у вас отсутствует регулярность или расписание. Будильник звенит, а тело еще не готово. Это состояние слабости известно как инерция сна. Оно проявляется с разной силой в зависимости от стадии пробуждения. Чем глубже сон, тем сильнее инерция сна, и тем больше хочется вздремнуть. Но кнопка повтора тут скорее навредит. Ведь когда вы снова заснете, организм возобновит свой цикл сна и войдет в более глубокие стадии. Вместо того, чтобы готовиться к пробуждению, ваше тело стремится глубже уснуть. В результате, после второго звонка хочется спать еще больше. И так по кругу. В итоге лучше просто установить свой первый будильник на попозже и не прерывать сон. Исследования показывают, что фрагментация сна не дает восстановить силы и приводит к недомоганию в период бодрствования. Поэтому, если прервать последние полчаса сна, днем вы, скорее всего, будете усталым и неработоспособным. Что еще можно сделать? Попробуйте спать по расписанию. Усталость появляется не только вследствие недосыпа и прерывания глубокого сна, но также из-за отсутствия постоянного режима. Наше тело любит предсказуемость. Вставайте в одно время каждое утро, включая выходные. Тогда через пару недель оно адаптируется ко времени, и будильник ему вообще не понадобится. А если вы чувствуете, что немного не выспались, не поддавайтесь искушению вздремнуть и скорее вставайте. Как говорится, кто первый встал, того и тапки.